МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, сегодня так сложилась наша жизнь, что очень важно, когда говорят, вот это круто, это модно. Фестиваль «Золотой Витязь» не модный фестиваль, но он очень нужный и необходимый. Настоящий актерский фестиваль, где каждый актер, личность, и каждый человек, находясь на сцене, несет как частицу своего чего-то светлого, душевного, глубокого и очень важного в сегодняшней жизни. Вообще в России более 300 театральных фестивалей. При этом в Москве самые знаменитые фестивали, там, НЭД, Территория, Чеховский фестиваль, Сезон Станиславского, это в основном фестивали для иностранных театров. Для российских театров существует только пространство «Золотой маски», которое практически поделено, и попасть туда очень-очень многим театрам невозможно. Поэтому для очень многих региональных театров, для театров Москвы, которые неизвестны широкому зрителю, для маленьких театров реально остается только пространство «Золотого Витязя». Поэтому, на мой взгляд, вот этот фестиваль «Золотой Витязь», он в первую очередь для тех, кому нужна помощь, для тех, кому нужна поддержка. Это не значит, что это не очень хорошие театры, или это просто театры, которые недостаточно известны, недостаточно раскручены, они не попадают на экраны больших федеральных каналов. И поэтому вот здесь как раз есть возможность о них рассказать, их снять и донести их до широкого круга зрителей. Поэтому «Золотой Витязь» – это такой помощник, такой «Витязь», который вступает в защиту всем, кому нужна его помощь. «Золотой Витязь» Мы стали сильнее в этом году. Мы провели множество форумов всех видов искусств уже совместно. Золотой Витязь, Министерство культуры и МЧС России. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача развивать национальную культуру. Тот потенциал, история, традиции, которые есть, должен внедряться с учетом современных трендов развития государства, общества и человека. Поставлены задачи энергичной работы всем федеральным структурам, деятелям культуры и регионам нашей страны. ПЕСНЯ 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 Войдутся на свете такие огни, мухи и такая сила, которая бы пересилила русскую силу. Ведь то, что дорогое свято, не смеять и не распять, и храму быть, а нам быть братьям, и солнцу русскому сиять. Есть столько мыслей, но хочу сказать, служил и буду служить Святой Руси, крещённым великим князем Владимиром, во имя, любви, мира и дружбы. О, как прекрасен стал бы мир, когда б заборы лишь из дыр. Дорогие друзья, поклон вам от сибиряков, от батюшки Байкала. И пускай в вашем сердце всегда, как черёмуха, цветёт любовь. Любовь с 25-летием, два коротких, третий раз катер стоит. Три-четыре! Ура! 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 Россия непобедима! Для оглашения двух золотых витязей, которых мы вчера не дали на закрытии, оставили для этого зала, я приглашаю художественного руководителя медиапроекта, артист Александра Мягченкова, члена жюри. Капризы сюда. На мой взгляд, 13-й театральный фестиваль «Золотой Витязь» вот этот фестиваль был самым горячим и самым неожиданным и самым мощным. Я не знаю, согласятся ли со мной другие члены жюри, но это было так. В тяжёлой, сложной борьбе победили два коллектива. Специальным призом «Золотой Витязь» награждается спектакль «Летят журавли» Государственного академического казахского музыкального драматического театра имени Канны Бышпа. Это очень трудно, у меня с дикцией плохо. А получает режиссёр, главный режиссёр театра Талгат Тименов, который поставил по пьесе Валентина Ежова патриотическую советскую русскую вещь. Добрый вечер, дорогие друзья. Когда поэт становится воином, это беда не только для поэта, для страны, для нации, для народа, а когда воин становится поэтом, это благодать, это счастье. Сегодня я вижу, что все воины стали поэтами. Спасибо. Мой отец в 41-м году воевал, защищал Москву. Он был ранен здесь. И сегодня, я так думаю, я тоже стал воином того батальона и солдатом того дивизии. Служу России, Казахстану. Это идея Евразии. Это благодаря нашего замечательного президента, двух президентов. Это Нур-Лутан Абиша Назарбаева и Владимира Владимировича Путина. Да здравствует наши страны, да здравствует культура, да здравствуют наши воины. Поздравляю. Но это особенный спектакль, и он по праву, на мой взгляд, получил золотого витязя. Это народная драма. Ростовский академический театр имени Максима Горького. Спектакль «Тихий дон». Директор театра Александр Пудин. И режиссер. И режиссер. И режиссер. И режиссер Геннадий Шапошников и драматур Владимир Малягин. Да, уважаемый Николай Петрович, уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые участники настоящего собрания. Огромная честь и огромная радость, огромное счастье в год литературы, в год 30-летия Михаила Александровича Шолохова и в год 50-летия со дня присуждения Михаила Александровича Шолохова Нобелевской премии по литературе получать вот эту высокую награду. Над спектаклем работала замечательная группа Геннадий Шапошников, режиссер, Владимир Малягин, драматург, художник по свету Сергей Скорнецкий, художник-сценограф Виктор Герасименко, композитор замечательный Алексей Шелыгин, Наталья Пальшкова, художник по костюмам. Но спектакль мог бы не получиться, если бы каждый работник нашего театра не подошел к этому полотну, полотну Тихого Дона и не вшил в него свою нитку. И, конечно, наверное, мог бы спектакль еще раз не получиться, если бы его не ждали жители Дона, а ждали дончанец спектакль 40 лет. Спасибо, еще раз спасибо. Заверяю вас, что мы с честью будем носить заня лауреата 13-го международного фестиваля «Золотой Витязь». Будем честно и верно служить России и любимому верному Дону.